Слово шестое. Я и сегодня готовился выйти на борьбу с еретиками и уплотить вам остаток долга. Но день блаженного филагония, которого праздник мы совершаем ныне, побуждает меня к повествованию об его подвигах. И, конечно, надо напоминоваться. Если кто злословит отца или матери смертью умрет, то очевидно, что прославляющий их непременно будет наслаждаться жизнью. И если мы должны оказывать такое расположение к естественным родителям, то тем более к духовным, особенно когда от нашей похвалы умершие не делаются более славными, а мы, собравшиеся и говорящие и слушающие, делаемся лучшими. Кто взошел на небо, тот не нуждается в человеческих похвалах, как уже достигший лучшего и блаженнейшего наследия. А мы, доселе живущие здесь и всегда нуждающиеся в великом утешении, имеем нужду в похвалах ему, чтобы пробудить и в себе такую же ревность. Один премудрый дает такое наставление. Память праведных с похвалами. Притча 10.7. Не потому что отшедшие получают от этого великую пользу, но потому что ее получают прославляющие их. Итак, если мы получаем так много пользы от этого прославления, то послушаемся премудрого и не станем противиться. И самое время удобно для такой беседы. Сегодня этот блаженный переселился в безмятежную жизнь и ввел свою ладью туда, где уже не нужно опасаться ни кораблекрушения, ни уныния, ни печали. И удивительно лишь, что та обитель свободна от печали, когда Павел беседует с людьми еще живыми, говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Если же здесь, где болезни, огорчения, преждевременные смерти, клевета, зависть, уныние, гнев, порочные похоти, бесчисленные козни, повседневные заботы, частые непрерывные бедствия приносят со всех сторон множество скорбей, если здесь, по словам Павла, можно всегда радоваться тому, кто хотя немного освобождается от преволнений житейских дел и хорошо устраивает жизнь свою, то тем более можно достигнуть этого блага по отшествии туда, где нет ничего такого, ни болезней, ни страстей, ни повода ко грехам, где нет слов. Мое и твое этих холодных слов, которые вносят в нашу жизнь все бедствия и производят бесчисленные войны. Поэтому особенно я и ублажаю этого святого, что он, переселившись отсюда и вышедший из нашего города, взошел в другой град, Божий. Остаив эту церковь, вступил в ту церковь первородных, написанных на небесах, и, прекратив участие в здешних праздниках, переселился к торжеству ангелов. А что там есть и город, и церковь, и торжество, об этом послушай Павла, который говорит. Приступили к ограду Бога Живого Иерусалиму Небесному и церкви первенцев, написанных на небесах, и тьмам ангелов, торжествующему собору. Торжеством он называет все тамошнее. Не только по множеству вышних сил, но и по обилию благ и непрестанной радости и веселью. Торжество обыкновенно составляет не иное что, как многочисленность собравшихся, и обилие предлагаемых вещей, когда привозят и пшеницу, и чмени, и всякого рода плоды, и стада овец, и табуны, и волов, и одежды, и другое подобное. И одни продают, а другие покупают. Что же из этих вещей, спросит, есть на небесах? Из этих вещей ничего, но есть нечто гораздо более досточтимое. Не пшеница и чмени, и другие произведения. Но повсюду там, в великом изобилии, всякие плоды духа, любовь, радость, веселье, мир, благость и кротость. На небесах можно видеть не стада овец и табуны волов, но души совершенных праведников, душевные добродетели и нравственные совершенства. Не одежды и платья, но венцы и драгоценнейшие всякого золота, награды, воздаяния, и бесчисленные блага, уготованные добродетельным. И сон собравшихся там гораздо почтеннее и многочисленнее. Он состоит не из городских и сельских жителей, но в одном месте мириады ангелов, в другом – тысячи архангелов. Здесь – сонмы пророков, там – лики мучеников, чины апостолов, собрания праведников и различные общества всяких угодников. Поистине это дивное торжество. А что важнее всего, среди этого торжества собравшихся пребывает сам царь всех их, о чем апостол после слов к мамам ангелов и торжеству сказал так «И к судьи всех Богу». Кто видал когда-нибудь, чтобы царь присутствовал на торжеще? Здесь этого никто никогда не видал. А пребывающие там непрестанно, сколько им возможно видеть в него самого присутствующим и украшающим светлостью своей славы всех собравшихся. Здесь же торжества часто прекращаются среди дня, а тамошний – не таково. Оно не знает ни месячных оборотов, ни годовых круговращений, ни числа дней, но продолжается постоянно. И все блага его не имеют предела, не знают конца, не могут ни состариться, не увянуть, но и суть не стареющаяся и бессмертная. Нет там никакого шума, как здесь, никакого смятения, но совершенный порядок от того, что все с надлежащим благочинем и стройных, как бы на какой кефаре, воспевает владыки тех и других тварей согласную и приятнейшую всякой музыке песнь. А душа их там, как бы в каких-то таинственных святилищах и при божественных таинствах совершает божественное священно-действие. 538. В эту блаженную и нестареющуюся жизнь переселился ныне блаженный Филогоний. Какое слово может быть достойно человека, получившего такое прекрасное наследие? Нет такого слова. Что же, скажи мне, поэтому мы будем молчать? Для чего же и собрались мы? Скажем ли, что мы не в состоянии изобразить величие дел его? Но поэтому и нужно говорить, так как важнейшая часть похвалы в том и состоит, что слова не могут сравняться с делами. Чьи подвиги выше смертной природы, тому и похвала, очевидно, выше языка человеческого. Впрочем, за это он не отвергнет нашего слова, но поступит подобно самому Господу, который вдовицы, положивший только две лепты, дал награду не за две только лепты. Почему? Потому что он обратил внимание не на количество денег, а на богатство души. Если ты посмотришь на деньги вдовицы, то найдешь крайнюю бедность. А если вникнешь в ее намерение, то увидишь неизъяснимое сокровище душевного величия. Так и наше приношение, хотя мало и бедно, но таково, какое мы имеем, хотя оно не соответствует душевному величию доблестного и праведного филагония. Но и то будет величайшим доказательством его великодушия, если он не отвергнет и малого приношения, а поступит подобно богатым. Они, приняв от бедных малое, в чем сами нисколько не нуждаются, прибавляют к этому еще свое, вознаграждая тех, которые принесли им, что могли. Так точно и этот блаженный, приняв от нас словесную хвалу, в которую нисколько не нуждается, воздаст нам действительное благословение, в котором мы всегда нуждаемся. С чего же нам следует начать похвалы? С чего иного, как не с той власти, которую вверила ему благодать духа. Внешняя власть не всегда может быть доказательством добродетели тех, которым она вверяется. Напротив, часто свидетельствует об их порочности. Почему? Потому что для получения такой власти обыкновенно помогают и ходатайство друзей, и происки, и в силы и речи, и многие другие более постыдные способы. Но когда избирает и определяет Бог, и когда его десница касается святой главы, тогда определение нелицеприятно. Суд не подлежит подозрению, и несомненным одобрением рукополагаемого служит достоинство рукополагающего. А что Бог избрал блаженного Филагония, это видно из самого образа избрания. Он взят был из среды торжища и возведен на этот престол. Такой почтенной и светлой жизнью отличался он раньше, имея жену и дочь, и обращаясь в судилище. Он сиял яснее солнца, так что прямо оттуда явился достойным власти. И седалище судейского возведено на седалище священное. Тогда он защищал людей от козни людей же, делая обиженных сильнейшими обижающих. А пришедший сюда защищал людей от нападений демонов. А сколь важным доказательством его добродетели служит то, что он достоился этой власти, от благодати Божией, об этом послушай, что говорит воскресший Христос Петру. Когда Господь спросил его, Петр, любишь ли ты меня? И тот отвечал, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Когда Христос не сказал, оставь имущество, изнуряй себя постом и суровыми подвигами, воскрешай мертвых, изгоняй демонов, не упомянул ни о чем таковом, ни о других знамениях и о подвигах. Но, молчав обо всем этом, говорит, если ты любишь меня, спаси овец моих. Это сказал он для того, чтобы показать нам величайший знак не только любви к нему, но и своей любви к овцам. И эту любовь к овцам признал важнейшим доказательством любви к нему самому, как бы так сказав, кто любит овец моих, тот любит меня. Посмотри, сколько претерпел Христос для этого стада. Он сделался человеком, приняв образ раба, подвергался оплеванию и заушению. Наконец, не отказался и от смерти, и смерти самой позорной. На кресте пролил кровь свою. Итак, если кто хочет благоугодить ему, тот пусть печется об этих овцах, пусть ищет общей пользы, пусть заботится о своих братьях. Нет никакого подвига, драгоценнее этого перед Богом. Посему в другом месте он говорит, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеница, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя. Какое же ты дашь мне воздаяние за такое попечение промышления? А какого воздаяния он сам требует? Опять того же самого. И ты, говорит, некогда, обратившись, утвердишь братьев твоих. Так и Павел говорит, подбудьте подражателями мне, как я Христу. Каким же образом он был подражателем Христа? Во всем угождая всем, ища не своей пользы, чтобы спасти по крайней мере некоторых. И в другом месте он говорит, ибо и Христос не себе угождал, но многим. И нет другого такого свидетельства и знака веры и любви ко Христу, как попечение о братьях и заботливость об их спасении. Пусть слушают это все монашествующие и обитающие на вершинах гор и всеми способами распявшие себя для мира, чтобы и они по мере сил своих помогали предстоятелям церквей, содействовали им молитвами, единодушием, любовью. Пусть знают, что если они, даже находясь вдали, не будут всячески содействовать поставленным благодатью Божию и обремененным такими заботами, то самое главное в жизни их потеряно и вся мудрость их объюродела. Отсюда видно, что любовь к ближним служит величайшим доказательством любви ко Христу. Теперь посмотрим, как блаженный правил епископством или лучше сказать здесь не нужно слов и нашего голоса, потому что самое усердие ваше доказывает это. Кто войдет в виноградник и увидит виноградные лозы, покрытые листьями, обремененные плодами и обнесенные со всех сторон с плетнями и оградами, тот не будет нуждаться ни в каких словах и других доказательствах, чтобы убедиться в хороших качествах садовника и земледельца. Так точно и здесь. Кто войдет и увидит эти духовные виноградные лозы и ваши плоды, тому не нужны будут никакие слова и объяснения, чтобы узнать вашего предстоятеля. Как и Павел говорит, вы есть наше письмо, написанное не чернилами, всеми читаемое. Река указывает на источник и плод на корень. Следовало бы сказать и о времени, в которое вверена была ему эта власть, так как и это составляет немалую часть похвалы и весьма достаточно может свидетельствовать о добродетели этого мужа. Много трудностей было тогда, когда гонение только что прекратилось, еще оставались следы этой жесточайшей бури, и дела требовали великого исправления. К этому следовало бы еще прибавить, что ему пришлось останавливать начавшуюся при нем ересь, так как мудрость его предвидела все. Но речь моя спешит перейти к другому необходимому предмету. Посему предоставишь сказать о том нашему общему отцу и подражателю блаженного Филагония, как лучше нас знающему все древнее, я перейду к другому предмету собеседования. Скоро настанет праздник, который более всех праздников достоин почитания и благоговения, который безошибочно можно назвать матерью всех праздников. Какой же это праздник? Рождество Христово по плоти. От него получило начало и основание Богоявления и Священная Пасха и Вознесение Пятидесятницы. Если бы Христос не родился по плоти, то и не крестился бы, что и есть Богоявление, и не распялся бы, что и есть Пасха, и не послал бы Духа, что и есть Пятидесятница. Таким образом, от Рождества Христова, как различные потоки от источников, проистекли все эти праздники. И не потому только этот день справедливо мог бы занимать первенство, но и потому, что события этого дня есть самое поразительное из всех событий. Что Христос, сделавшись человеком, умер. Это было в порядке вещей, потому что, хотя Он и не сделал греха, но принял смертное тело. Конечно, это достойно удивления, но что Он, будучи Богом, благоволил сделаться человеком и уничижил себя так, что и умом постигнуть невозможно, это самое поразительное и изумительное дело. Удивляясь этому, и Павел говорит, «Исповеданием великую благочестие тайна». Какая великая? Бог явился во плоти и в другом месте. Не от ангелов приемлет Бог, но от семени Авраама приемлет. Особенно для того и приветствую этот день с любовью и объявляю перед всем эту любовь, чтобы и вас сделать участниками такой любви. Посему прошу и убеждаю всех вас собраться тогда со всей ревностью и усердием, оставить каждому дом свой, чтобы нам увидеть поразительное и дивное зрелище, владыку нашего, лежащего в гислях и повитого перед нами. Какое может быть нам оправдание, какое прощение, если тогда, как сам Он для нас сходит с небес, мы и с дому не придем к Нему. Тогда, как волхвы, эти варвары, иноплеменники, стремятся исперсить, чтобы увидеть его лежащего в гислях, ты, христианин, не потрудишься пройти и малое расстояние, чтобы насладиться этим блаженным зрелищем. Так, если мы придем с верой, то, несомненно, увидим его лежащим в гислях, потому что эта трапеза заменяет собой и ясли. Здесь будет возлежать тело Господне, не пеленами повитое, как тогда, но со всех сторон осеняемое Духом Святым, посвященное в тайны знает, о чем я говорю. Волхвы только поклонились ему, а тебе, если ты приступишь к чистой совести, мы позволим взять и самое тело его и возвратиться домой. Придя же, приди же, и ты, с дарами, не с такими, как они, но с гораздо драгоценнейшими. Они принесли золото, ты принеси целомудрие и добродетель. Они принесли ливан, ты принеси чистые молитвы и духовные благовония. Они принесли смирну, ты принеси смиренно мудрие, сердце уничиженное и милостыню. Если ты придешь с такими дарами, то с великим дерзновением насладишься этой священной трапезой. Говорю сегодня все это потому, что я уверен, что многие в тот день непременно придут и приступят к этой духовной жертве. И так, чтобы нам сделать это не ко вреду и не в осуждение, но во спасение души нашей, я уже теперь предупреждаю и прошу вас всячески очистить самих себя и потом приступать к священным таинствам. 542. Никто пусть не говорит мне, я стыжусь, совесть моя полна грехов, я ношу тягчайшее бремя. Срок этих пяти дней достаточен для того, чтобы очистить множество грехов, если будешь трезвиться, молиться и бодрствовать. Не смотри на то, что время кратко, а имей в виду, что Господь человека любив, ни неретяне и в три дня отклонили от себя гнев его и нисколько не помешало им краткость времени, но все сделало душевное усердие их при помощи человеколюбия Господа. И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение времени смыла с себя весь позор. И когда иудеи негодовали, что Христос запустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то он заградил им уста, а ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенную душою и с горячей верою и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез и возливая мира. Чем она обольщала людей, из того устроила и врачество покаяния. Чем возбуждала взоры походливых, тем и источала слезы. Теми волосами, которыми увлекала многих ко греху, отирала ноги Христа. Тем миром, которым уловляла многих, намощала стопы его. Так и ты. Чем прогневал Бога, тем и умилостивляй его. Ты прогневал его хищением денег, ими и умилостиви его, возвратив обиженным похищенное, и еще прибавив к тому, и скажи подобно закею, возвращу вчетверо за все, что я похитил. Ты прогневал Бога языком и злословием, которым оскорбил многих. Языком и умилостивляй его, воссылая чистые молитвы, благословляя порицающих, восхваляя злословящих, благодаря наносящих обиды. На это не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение, и все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби добродетель, прекрати порочную жизнь, и обещай больше не поступать так. И этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас грешников, отставав прежние грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего другого больше не потребует для оправдания. Он человека любив и милостив, и как находящийся в муках рождения желает разрешиться от бремени, так и он желает излить свою милость. Но грехи наши препятствуют этому. Разрушим же эту преграду, и с этого начнем праздник. Отказавшись от всего в течение этих пяти дней, прощайте судилище, прощайте совещание, удалитесь житейские дела, условия и договоры. Я хочу спасти свою душу. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет о душе своей, повредит? Волхвы вышли из Персии, удались и ты от житейских дел, и иди к Иисусу, расстояние невелико, если мы захотим идти, не нужно ни переплывать море, ни переходить вершины гор. Но оставаясь дома и оказывая благоговение и великое сокрушение, можно видеть Христа, разрушить всякую преграду, уничтожить препятствия, сократить пространство пути. Я Бог вблизи, а не Бог вдали, и близ Господь всем призывающим Его в истине. А ныне многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и как случиться приступают в праздники к этой трапезе, а того не знают, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненную жизнью. Как человеку, не сознающему за собой ничего худого, можно приобщаться каждый день. Так, напротив, погрязшему во грехах и нераскаившемуся, небезопасно приступать к этой трапезе и в праздник. То, что мы приступаем лишь однажды в год, не освобождает нас от вины, если приступаем недостойно. Напротив, то самое и служит большему осуждению, что мы, приступая однажды в год, не приступаем чистыми. Посему вещеваю всех вас приступать к божественным таинствам не по поводу праздника только. Но если вы пожелаете приобщиться этого святого приношения, то за несколько дней должны очищать себя покаянием, молитвою, милостынею и занятием духовными предметами, и не возвращаться назад, как пес на свою блевотину. Не странно ли, что о телесных вещах прилагает такое попечение? За несколько дней до наступления праздника вынимают из сундуков самое лучшее платье и приводит его в порядок, покупает обувь, делает обильнейшие запасы для стола, придумывает множество всяких приготовлений, всячески убирает и украшает самих себя, а души оставленные в пренебрежении, неочищенные, оскверненные, томящиеся голодом и остающиеся нечистою, нисколько не заботятся. Тело приводит повсюду украшенным, а душу оставляет обнаженной и безобразной. Между тем, тело твое видит подобный тебе раб, и тебе не будет никакого вреда, как бы оно ни было одета, а душу видит Господь и за нерадение о ней подвергает величайшему наказанию. Разве вы не знаете, что эта трапеза исполнена духовного огня, и как источники забилуют естественную водою, так она содержит в себе невыразимый пламень, приступая же к ней не с соломой, деревом и сеном, чтобы тебе не усилить этого пламени и не сжечь приобщающейся души, но приступая с драгоценными камнями, золотом и серебром, чтобы это вещество сделать более чистым и выйти отсюда с великой прибылью. Если есть что-нибудь худое в душе твоей, извергни и изгони это вон из нее. Врага ли кто имеет и потерпел великие обиды, пусть он прекратит вражду, пусть усмирит воспоминенную и раздраженную душу, чтобы внутри не оставалось никакого волнения и смятения. Через приобщение ты примешь в себя царя, а когда царь входит в душу, тогда в ней должна быть великая тишина, великое спокойствие, глубокий мир помыслов. Но ты потерпел великие обиды и не можешь укротить гнева. Для чего же ты сам причиняешь себе еще большую и жесточайшую обиду? Не столько повредит тебе враг, чтобы он не делал, сколько ты вредишь самому себе, не примиряясь с ним и попирая законы Божии. Человек оскорбил тебя? Неужели, скажи мне, из-за этого ты станешь оскорблять Бога? Не примиряйся с оскорбившим значит не столько мстить ему, сколько оскорблять Бога заповедавшего примирения. И так смотри не на подобного тебе раба и не на тяжесть обид его, но представляя в уме своем Бога и страх его, имей в виду, что чем больше ты станешь принуждать свою душу и заставлять ее после бесчисленных обид примириться с оскорбившим, тем большую честь ты получишь от Бога, который заповедал это. И как ты здесь примешь его с великой честью, так и он там примет тебя с великой славою, тысячекратные награды, которых расподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, держава и поклонение во веки веков. Аминь.